Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы вспоминали одно очень важное евангельское событие – воскрешение из мертвых четверодневного Лазаря. Но, конечно, в нашем сознании не укладывается воскрешение из мертвых, потому что мы такого никогда в жизни не видели, и, может быть, в жизни такого никогда и не увидим. Скорее всего, что так и будет. Но, тем не менее, это воскрешение из мертвых было, и об этом множество свидетелей. Об этом говорит нам Евангелие. Лазарь тяжело заболел. И сестры его, Марфа и Мария, просили Спасителя, чтобы он пришел в надежде на то, что Спаситель исцелит болящего Лазаря. Но, когда Господь услышал от сестер, что он болен, он оставался на том месте еще два дня. И вот, когда сказали о том, что Лазарь уснул, тогда он направился в Вифанию, это близ Иерусалима. И вот, когда он пришел, это уже был четвертый день, как Лазарь умер. И он направился к гробу. Ему уже сказали, что он уже смердит. Нужно понимать, что погребение иудеев было не таким, как у нас. Мы погребаем в землю покойного человека. А иудеи погребали в пещерах или специальных погребальных камерах, тоже выдолбленных в пещере, в скале. И закрывали погребальным камнем. Обычно этот камень был круглой формы, для того, чтобы он как бы закатывался. Вот, можно было откатить его. И, как правило, эти погребальные пещеры были на несколько человек. И поэтому откатывали этот камень, и там могли видеть остатки тела человеческого. Конечно, оно имело разную сохранность. Чьи-то уже со всеми сливали, а что-то, конечно, оставалось. И вот запах тлеющего тела исходил от пещеры. Все подходили, все это могли слышать, чувствовать. И вот он обратился к Отцу Своему Небесному и сказал, обращаясь к Лазарю, «Лазарь, гряди вон», то есть, выйди из пещеры. И Лазарь, повинуясь голосу своего Бога и Спасителя, выходит из этой пещеры. Нужно еще заметить, что погребение иудейское имело особенность. Тело умершего человека буквально пеленали, как пеленают ребенка. Но это очень важный обряд, потому что он должен был напоминать иудеям о том, что он, хотя и умирает для этой жизни, но он рождается для другой жизни. Вот как ребеночек, когда его пеленают, он должен напоминать дитя, куколку, помните, из куколки появляется бабочка. И вот он выходит из этой пещеры. весь обвязанный этими пеленами погребальными, плащаницей. Конечно, об этом нужно размышлять, об этом нужно молиться, чтобы это евангельское событие заняло какое-то место в нашей душе. его нельзя просто так обойти вниманием. Господь показывает свою силу божества. Божества над тлением, смертью, разрушением. и в этом воскрешении послание для нас. Послание заключается в том, что Бог может все в этой жизни. Он может даже воскресить из мертвых. Но вы знаете, есть одна особенность этого воскрешения из мертвых. И это воскрешение нам лично не нужно. Для того, чтобы понять то, о чем я сейчас скажу, для этого нужно увидеть из евангельских страниц, каким было воскрешение из мертвых Лазаря. Лазарь воскрес из мертвых, все это воскрешение видели. Ну, присутствующие. И потом многие приходили для того, чтобы увидеть воскрешшего Лазаря. Об этом нам говорит Евангелие. Вот нужно заметить, что фарисеи хотели убить его. Хотели убить и Лазаря, и Христа. Христа они позже убьют. Лазарь останется жить. И вот удивительно, что его Господь воскресил с тем же телом, с каким он жил до своей смерти. Потому что воскрешение из мертвых, вернее, когда воскрес Спаситель, то его тело было совершенно другого качества. Он своим телом мог проходить сквозь стены, нам говорит об этом Писании. Дверем затворенным он являлся своим ученикам. Он мог управлять своей видимостью. Помните, Лука и Клеопа не узнали Христа. Жены Мироносицы поначалу не узнали. то есть это было абсолютно другое качество тела. Оно было одухотворенным. То есть оно было физическим, но в то же время одухотворенным. Одухотворенным. Что это значит? Мы только можем об этом говорить, у нас тоже опыта нет, что такое одухотворенное тело. Ну а одухотворенное тело, во-первых, это тело, которое полностью подчиняется духу, духу человека. Это значит, что это тело оно не является бременем для души. Вот если наше обычное тело, оно является бременем для нашей души, нам тяжело осуществить какие-то духовные запросы, пожелания. Вот нам, к примеру, хочется молиться душой, а телом тяжело это сделать. Вот нам многое хочется душой осуществить то, о чем говорит нам Бог, к чему Он призывает, а тело наше мешает нам. Оно такое слабое, немощное, разбито болезнью, старостью. Так вот, Господь воскресил Лазаря с тем же телом, каким у него оно было. Но единственная особенность этого тела была в том, что воскресив его из мертвых, Господь излечил его от болезней, потому что он воскрес здоровым, а умер он больным. Но потом вся его жизнь протекала как жизнь обычного человека. Ну, в том смысле обычного человека, что его тело было подвержено всем необходимостям жизнедеятельности тела, а вот воскресшее тело Спасителя было иным. И вот таким будет воскресшим тело у каждого человека, когда будет общее воскресение мертвых. Поэтому нам не нужно стремиться к тому, чтобы нас Бог воскресил из мертвых для этой жизни, потому что воскресив нас для этой жизни, мы опять пройдем тот же путь болезней, старения, страдания, будет все то же самое. Но Господь воскресил из мертвых с той целью, чтобы прежде своего воскресения из мертвых убедить своих учеников и не только учеников, а всех тех, кто будет говорить о его воскресении из мертвых, чтобы они помнили, что прежде своего воскресения он воскресил Лазаря. То есть он есть воскресение и жизни. Каждый раз, когда, братья и сестры, мы приходим к воскресному дню, то мы должны помнить о том, что воскресение это не просто день воскресения, а Господь говорит аз есим воскресение. Воскресение это одно из имен нашего Спасителя. Поэтому и на греческом языке слово воскресение кириаки от слова кириос, то есть Господь, или на итальянском доменика доминус Господь. На нашем воскресение имя Христа. Аз есм воскресение, аз есм воскрешение и жизнь. Бог не только воскрес из мертвых, но является еще и воскресителем для всех людей после всеобщего суда. Простите, после, когда будет всеобщее воскресение. И вот, братья и сестры, сегодняшний праздник для нас это праздник надежды. Потому что если кто-то чувствует внутри себя мертвеца, а, наверное, каждый христианин, он чувствует внутри себя мертвеца. он чувствует, что есть какие-то стороны личной жизни, которые не поддаются никакому исправлению. Мы никак себя не можем изменить. Единственное, что может произойти с нами, если Бог воскресит в нас эту мертвечину, это постепенное разложение внутри нас. Вот есть такие страсти, которые совершенно очевидно, уже человек не может исправить. Вот мне хотелось бы, братья и сестры, обратить внимание, вот осуждение греха. Вот некоторые говорят, вот я не могу справиться, скажем, с объедением. Вот объедается человек, садится за стол и мера не знает. Из-за этого не может поститься нормально, ну и так далее. Но все это хоть как-то более-менее понятно и объяснимо. Человеческая немощь, тело человеческое слабое. Но вот осуждение, братья и сестры, вот нет в этом потребности никакой человеку, в его естественных нуждах, а он осуждает. Вот что такое осуждение? осуждение это уже дьявольское проявление внутри нас. Этого хочет дьявол внутри нас. Поэтому Господь очень высоко ценит человеческую добродетель неосуждение. Он говорит, не судите и не будете судимы. Представляете? если мы не будем судить людей, то Бог не осудит нас. Нужно задуматься над этим, что это значит. А это значит, что вся цель нашей жизни христианской в том, чтобы Бог не осудил. Он говорит, не судите, я вас не осужу. Не будете осуждены на вечные страдания. потому что вы не судите. Как вот это все можно исправить в человеке? Иногда такое чувство, что человек уже мертвый, потому что он вообще никак не может зимы. Вот если Бог не воскресит человека. Никогда нельзя надеяться на себя и никогда нельзя надеяться на других. потому что когда мы начинаем надеяться на себя что-то не получается мы начинаем надеяться на других. А сколько бывает в жизни таких моментов когда люди нас подводят и мы говорим человек нас подвел да не человек подвел нас. Человек он обычный человек со всеми своими проблемами со всеми своими слабостями нас подвело очень такое плохое качество надеяться на людей на Бога только одного надеяться нужно потому что он все что обещает он все исполняет вы скажете а как же тогда в человеческом обществе жить а вот в этом и тайна веры вот в этом и тайна надежды вот когда будете надеяться когда будете верить тогда и будете понимать как это происходит а если мы не верим не надеемся но хотим это понять это заблуждение мы никогда этого не поймем потому что Бог так устроил человеческую жизнь что это можно все можно понять только делая это а мы все переносим в область головы и думаем ну я разберусь как это работает и потом это буду исполнять нет не произойдет этого разве кто-то может понять что такое любовь если он не любит этот человек разве человек может понять что такое воскрешение из мертвых он никогда не поймет что такое воскрешение из мертвых если он не почувствует что однажды Бог воскресил его из мертвых потому что он был мертв во грехах своих а Бог его воскресил и тогда он верит что такое воскрешение а если он никогда не был воскрешен Богом из мертвых он никогда этого не поймет Все постигается только внутренним доверием Богу. Доверьтесь Богу, и вы поймете многое. Потому что Бог всегда, кто Ему доверяет, Он открывает свои мысли. И когда Бог открывает человеку свои мысли, то человек начинает по-настоящему понимать жизнь. Поэтому только верующий человек понимает Бога, и что Бог от Него хочет, и что Ему нужно делать в этой жизни. Дай Бог, братья и сестры, чтобы все мы, я скажу так, как сегодня сказано в Евангелии, бывает, что мы уже четвертый день как смердим. И бывает, что мы это ощущаем, что мы безнадежно уже умерли, и что ничего не получится. Пусть посмотрит на свою жизнь. Потому что многие уже чувствуют в себе вот это умирание, что я не справляюсь, я не могу ничего. У кого-то проблемы с самим собой, у кого-то проблемы в общении с своими родными, близкими, родственниками, друзьями и так далее. Верьте, верьте, Бог все может. Все может Бог. Иначе бы не горело так множество свечей в храме, если бы Бог чего-то не мог. Эти свечи горят, потому что люди верят, что Бог может преобразить нашу тьму в свет. Дай Бог, чтобы это происходило в нашей жизни. А раз это будет происходить, то мы будем живыми людьми в живом народе. Наша будет и страна живая, и никакая смерть не овладеет нами никогда. Верить нужно каждую минуту, каждую секунду нужно верить. И если кто-то думает, что он может преодолеть что-то без веры, он глубоко заблуждается. Покажите мне человека, который преодолевал бы без веры до конца своих дней все. Такого не бывает. Бывают поначалу вот эти амбиции, молодость, кажется, он все справляется, все делает, но это поначалу все. А потом начинаются такие моменты, такие тупики в жизни. Или человек не справляется совсем. Бывает, что сходится с этого жизненного пути. Почему самоубийц много? Потому что веры нет. Человек слишком полагался на себя и на людей. А поскольку сам не смог справиться, и люди не помогли, все, нужно лезть в петлю. Вот такой человек без веры. Он слабак. Он, этот человек, побежденным уходит. Верующий человек, сильный человек. Поэтому верующий человек умеет терпеть. «Терпя потерпех Господа и внятми». Что это за слова? Это слова, которые нам говорят, если мы потерпим Бога, потерпим Его педагогику в нашей жизни, то Он внемлет и нашим молитвам. А если мы думаем, что мы будем на всех раздражаться, и Бог услышит наши молитвы, мы глубоко заблуждаемся. Нужно терпеть все. Абсолютно все научиться терпеть, чтобы не было здесь раздражения. А иначе пропадем. Безнадежно будем и пятый, и шестой день вонять. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин